Всем привет! Добрый вечер! Бортовой журнал яхты Unicorn. 3 апреля, 23 год. Продолжение со вчера. Сегодня вынужден выходной. Со вчера вечером дул очень сильный ветер и яхту качает. Так что очень тяжело. Я каю на носу, прямо под утками, за которые цепляются канаты. Всю ночь завывал ветер, канаты скрипели, яхта стонала, так что спать было очень тяжело. Что-то громыхлало и хлопало, казалось, чехол. По-хорошему его надо было бы снять, но вчера был дождь, потом начался ветер, а с ветром его снять вообще нереально. Спать было непросто, проснулся очень рано. Думаю, что со временем привыкнул к таким шумам. Ну, пока так. Лезть в трюм не решился, так что сегодня получился вынужденный выходной. Ветер целый день, завтра по прогнозу так же, завтра и послезавтра. Солнечно, ветрено и холодно. Тяжело даже просто идти по улице. В городке тоже все вымерло. Уличные кафе, которые были открыты, в которых даже в нем сидели люди, все закрыто, сдувает с ног. Кроме похода в супер, весь день провел на яхте. Выходил только каждые полчаса, час проверять, не сдулали чехол. Пришлось придавить его всем тяжелым. Что нашел? Вход пошел, спас плод, якоря, якорная цепь. В общем, все. Целый день свистит и завывает. Не знаю, слышно вам сейчас или нет. Пытался снимать, но кроме шума ветра, не так сильно заметно, как качает яхты, как море. Море волнуется, даже внутри марины. Чехол постоянно шумит, хлопает. Привязать его полностью невозможно. Такое впечатление, что кто-то топчется по крыше. Когда только приехал, еще очень удивлялся, почему яхта привязана четырьмя канатами-мурингами. Это постоянные якоря, которые находятся на глубине в марине, такие бетонные блоки. Почему она привязана четырьмя? Оказалось сегодня, что не зря. И даже с четырьмя канатами от ветра ее придавило пирсу больше, чем на метр. Слава богу, расстояние было пришвартовано с запасом, так что ничего не мешает. Опасности никакой нету. Но просто заметно, как ветер двигает, потому что ветер идет как раз в нос яхты. Из положительного, из-за того, что я нахожусь на самом дальнем пирсе, и ветер идет от марины ко мне, то сегодня кранец, который сдул какой-то яхты, прибило ко мне, так что я получил трофей. Разговаривал с Ильей, он предлагает позвать еще пару ребят для перехода, потому что переход планируется очень непростой. Занимался сегодня планом, было время заняться планом перехода, составил детальный. Это будут совсем не туристические переходы, довольно-таки экстремальные. 700 миль за 10 дней вдоль берега, но все же будет непросто. И за это время планируется один большой переход, 48 часов, чтобы из Хорватии перейти сразу в Грецию, не заходя ни в Монтенегро, ни в Албанию. По идее, это 15 часов в среднем, 15 часов в день, каждый день в море, так что будет непросто. Также планирую переход по Каринфскому каналу. Начал заниматься оформлением документов, страховки. Оказалось, что в Хорватии на яхту надо платить налог ежегодный, вигнета. Продавец мне об этом ничего не сказал. Хорошо, что я прислал детали, как переходить, какие формальности надо оформлять. Все это сделаю заранее, так что не будет проблем. План на завтра пока строить не могу, непонятно, что будет с ветром. По прогнозу завтра и послезавтра еще два дня ветер 30 узлов, что тоже неприятно, будет качать. Так что в таком состоянии лезть трюмы, ковыряться в машинном отделении. Кайфа мало и я не думаю, что стоит рисковать. Это просто даже опасно, потому что качает, можно просто неуютно там находиться. Так что, если вам нравится, подписывайтесь, ставьте лайки и будем продолжать. До связи, счастливо!